Здравствуйте, дамы и господа, это Бонворкс. Мы продолжаем смотреть на оружие из различных модификаций. Сегодня у нас кое-что интересное. Сегодня стволов не так много, но довольно интересные представители из мира огнестрельного оружия. У нас здесь Абакан, у нас здесь ППШ и АК-12. Какой-то немного потертый, пожилой и побывавший в боях, судя по всему. Какие-то сколы, царапины, я вижу. Пятна. Этот калаш явно только что вытащили из центра боевых событий. Ну и также вот такая вот огромная кувалда у нас есть сегодня. Она фигурировала, кстати, в одном из роликов, но я забыл совершенно про нее и так и не протестировал. Итак, давайте начнем. Нет, не с этого говна. Начнем с Абакана. Вот такой вот замечательный створ. Вставляем магазин, передергиваем затвор. Один из любимых стволов в третьем Баттлфилде. Я помню, как я скашивал даже снайперов благодаря кучности этого ствола и стрельбы очередями. Но моделька совершенно другая. Она вообще не похожа на модели из третьего Баттлфилда. Так, но выглядит тоже довольно интересно. Я думаю, в комментариях обязательно найдется тот, что здесь написано. Дверданский оружейный завод. Трудно мне разглядеть на близком расстоянии надписи. Немного потертый и царапанный магазин. А так, в целом, моделька выглядит достойно. Так, ну что ж, мы должны подготовить мишени, естественно. Ополчившихся фордов, которые злые на меня и хотят мне что-то сказать. Но смогут ли они что-то противопоставить против Абакана? Я очень сомневаюсь. Магазин, кстати, меняется. Так, секунду, успокойся. Магазин меняется, как вы видите, если его схватить за самый край. Если я вот так вот поднесу руку, то снять магазин я не смогу. Боже мой, у него рука пробита. Нужно закончить эту схватку и не мучить его. Избавить его от страданий. Прекрасно. Замечательно. Режим стрельбы мы, естественно, менять в этой игре не можем. Но и так неплохо. И также хотелось бы иметь какой-нибудь скриматор, как минимум. Или голографический прицел для удобства. Так, ну что ж, замечательный ствол. А теперь давайте посмотрим на ППШ. Смотрите, какой хват здесь также интересный. Естественно, у нас есть барабанный магазин. Вставляем. По-моему, я уже смотрел на ППШ, но не с барабанным магазином. И выглядел он менее качественно. Эта модель прям выглядит очень... Очень недурно. Я бы даже сказал, шикарно. При этом в мушке и целике есть как будто светодиоды. Современные вариации, видимо, ППШ. Так, ну что ж. Настало время. Боже мой. Страдальцы. Да не придуривайтесь. Я знаю, что вы живы-здоровы. А то все еще подумают, что я сумасшедший маньян. Но это ведь не так. Видите? Они сразу... Как только я их спалил, они сразу исчезли. Очевидно, что они прикидывались. Так, а теперь все в шлемах. Учатся на своих ошибках. Но двое все-таки синхронно упали. Немного испугались. Красиво было. Так, ну что ж. Невероятная скорострельность. Шлем. Этим ребятам не помогает. Ну и, естественно, емкость барабана. Так вот. Только теперь надо как-то выяснить, как снять непосредственно барабан. Я его схватить нормально не могу. Остался у нас АК-12. Возможно, мы даже смотрели на похожую модель. На АК-12 именно. А может быть и нет. Я уже и не помню. На самом деле, мы довольно много... Много оружия посмотрели. Вообще, в целом, модификации. Так что... Рано или поздно я начну уже забывать о том, что мы смотрели, а что не смотрели. Пулевые отверстия остались в земле. И эти грустные бравые солдаты тоже лежат на холодной земле. Иногда у них позы даже одинаковые, смотрите. Возможно, это какой-то перформанс на самом деле. Об этом мы уже не узнаем никогда. Так, на этот раз давайте заспавним, пожалуй, нулевых. Это не так жестоко, по крайней мере, смотрится. Выглядит неплохо. Опять же, без прицела. Жалко, что модумности здесь нет. Как в H3VR. Чтобы мы могли установить прицел, установить глушитель и так далее. Компенсатор какой-нибудь. Лазерный цареуказатель. Но в конце концов, мы можем перейти просто в H3VR. Но там нет таких противников. И физическая модель резко отпущается. Смотрится грозно. И выглядит как будто он тяжелый. Не выглядит пластиковым, как некоторое оружие из модификации. Сегодня все оружие выглядит достойно. Так, ну и настало время опробовать, конечно же, кувалу. Мы, кстати, можем сравнить две кувалды. Для наглядности, давайте заспавним стандартную кувалду и сравним размер. Так, я правда не... А, вот ручная... Нет, это ручный молоток. Правда, не помню, как кувалда называется. Честно говоря, я здесь вообще не вижу. Меч. Молоток. Так, а здесь ее тоже нет, к сожалению. Такое ощущение, что я ее вообще не нашел. Кувалду. Возможно, так и есть. Ну, точнее, я ее нашел, но не сохранил. Потому что здесь в списке... Я не вижу, может быть, в списке с мечами. Да, что-то строительную кувалду я найти вообще не могу. Удивительно. Видимо, я и правда ее не сохранил. Ну ладно, так или иначе, эта кувалда вроде как побольше. И попроще. Как минимум, скин другой. Раскалывать черепа, я думаю, будет на ура. Максимально эффективно. Но не быстро. Скорее всего, время какое-то это займет. Нужно лишь удачно схватить кувалду крепко в своих сильных, могучих руках. Сжать рукоять. А затем подойти к противнику сзади. И нежно погладить по голове. Помазал. По плечу хлопнул. Не так уж и легко с такой кувалдой попасть туда, куда целишься. Слушайте, кувалда, по-моему, вообще бесполезна. Я, конечно, могу сбить его с ног. Но при этом я урон ему не наношу вообще. Так, ну-ка, может быть, вот так вот попробовать. Взять. Я сбил его опять с ног, но при этом урона ему не нанес. Вообще никаких повреждений. Я как будто действительно его глажу. Как будто это пенопластовый... Пенопластовый инструмент, пенопластовая кувалда. Как вон тот меч, сделанный из вспененного материала. Эффективность приблизительно равноценна. Но этот полегче. Потому что складывается впечатление, складывается ощущение, что кувалда настоящая. Симуляция веса присутствует. Я не могу ее нормально держать одной рукой. Но при этом эффективность у них равная. Разве что этим я сбить с ног не могу. Хотя если постараться, я, по-моему, сбивал, да. Вот таким вот образом. Чертовы кувалда. Похоже, и здесь меня обманули. На дулю развели на деньги. Вымышленные. И теперь мы вечно будем сражаться. Как противостояние добра со злом. Это вечно бесконечное противостояние. Так, наконец-то. Я все-таки сумел разгромить. Его череп. Добро, естественно, победило. То, если не я в воплощении добра. Я покажу вам, как делаю добро. Да, просто отверстие не оставляет кувалду. Странно, мне казалось, даже бейсбольная бита вроде как оставляет следы. Но это не точно. Я уже и забыл. Давно не пользовался обычным стандартным холодным оружием. Ну-ка. Да, видите? Ну и гораздо эффективнее. И легче, и удобнее. Даже если я дубинку возьму полицейскую. Стандартная кувалда из игры, разрисованная гораздо эффективнее. И поможет вам избавиться от любого противника. А это просто какая-то шутка. Эй! В бане можно похлопать. Кому-нибудь по заднице. Потому что нет такой волны. Но если точечный удар произвести по черепушке... Нет, это всегда... Не всегда поможет, точнее. Даже маленький молоточек, смотрите. Будет эффективнее. Так, схватил зубами. Ублюдок. Но ничего страшного. До свадьбы заживет. Я как советский терминатор. Как раз схватило патронов. Жалко, я таким образом перезаряжаться не могу. Обязательно нужно выпускать из рук один из стволов. И проделать вот эти манипуляции. То, что в фильмах, остается за кадром. У нас все максимально реалистично, естественно. Да, ну моделька отличная. Не знаю, опять же, откуда ее взяли. Но моделька выглядит достойно. Слышите, эти шлепки, они пытаются добраться до меня. Но они не так умны, сообразительны, как я. И до тебя очередь тоже дойдет. Ты только жди. Жди меня, и я прыгну. Я прыгну в твои объятия. Причем отдача супер крошечная. Поэтому и удобно одной рукой держать по пыше. Что ж, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok